здравствуйте после небольшого перерыва каникул мы снова в студии эта программа К и Б сидели на трубе здесь Алексей Калабродов и Б Андрей Башкайкин мы возвращаемся как Андрей совершенно справедливо сказал после небольшого перерыва к вам с нашим интернет-телевизионным проектом начнем мировая тема номер один как мне кажется это пылающий Ближний Восток Исламский мир да Египет Сирия теперь Бахрейн и дальше больше мне кажется Турция все-таки я думаю незамеренная на самом деле вот и дальше я думаю перспективе все-таки считаешь как некоторые говорят интернет рулит да интернет вот привел в некий баланс довольно опасный баланс на самом деле вот мне кажется может я примитивная не международник конечно и тем более не знаток исламского мира да но мне кажется интернет подбил вот этот вот баланс где примерно пополам ну есть расхожая фраза вот этот-то расколол общество тот-то расколол общество вот пришел там Навальный не знаю расколол общество пришел Путин расколол общество здесь вот действительно интернет примерно пополам расколол общество на традиционное то есть которая придерживается исламских ценностей они не обязательно радикально исламисты и поборников в тех же странах ближневосточных какого-то ну не скажу европейского да но какого-то более светского там условно турецкого варианта развития это именно то что их примерно поровну вот это делает эту ситуацию крайне опасно печальная история мне вот в общем интересно как это на нас может отразиться да я считаю что в россии миду и всем прочим нужно что называется крепко чесать репу поэтому ближе к нашим бараном ты упомянул уже навального одна из самых популярных фигур он естественно его не хочешь ты его дверь он в окно на язык сам приходит ну ремля проект кремля очень распространенное мнение знаменитая ныне конспирологическая версия что навальный безусловно агент спецслужб вот как ты вообще к этой версии относишься но очень похоже что этот проект кремля хотя есть проект кремля и проект спецслужб это в общем немножко разные вещи то ну или далеко не всегда за кремлем могут идти не очень далекий на мой взгляд не очень далеки друг от друга но другие говорят что проект навальный это успешный проект а у кремля в последнее время успешных проектов не было поэтому вряд ли он проект кремля вот я тут с ними спорю даже мне приходилось его защищать, в общем, несимпатичного мне деятеля, но я думаю, что есть проекты, которые можно вести. Заметили, пригляделись, и в нужный какой-то период исторический, начали этого человека не контролировать, наверное, а как-то его направлять. И это может быть спорадически так, это может быть по синусоиде, когда надо. Сразу перспективного политика заталкивать в агентуру, мне кажется, это неправильно. Кто, яростнее всего, по нынешней кампании, в общем, Московской нападает на Навального? Ну, не Собянин. Конечно, не Ядрос и не Собянин. Ну, если отбросить ситуацию с Левичем, который настучал, Жириновский. И тут, наверное, самое интересное, что Жириновского в свое время обвиняли ровно в том же. И Жириновский, как очень талантливый политик, это был такой в свое время очень же красивый проект, да? Именно проект, направленный на то, чтобы вытянуть вот эти протестные настроения, замкнуть на себе и ровным счетом после этого ничего не делать, да? Вот очень похожая история. И у Навального и Жириновского здесь очень похоже на внутривидовое такое вот, как бы, вот самая злейшая борьба. Внутривидовое. Но ему придется встать в позу витязя на том самом распуте, да, у камня, и куда-то выбрать и пойти. Вот это вот очень интересно. Я думаю, он, может быть, еще тешит себя надеждой, что ему удастся, как, обмануть своих кураторов, да? Вот. Ну, я думаю, многих такая надежда. Это он должен быть, чтобы... Да, но это кем-то надо быть немножко другим, безусловно. И опускаемся совсем на нашу малую родину. Саратов, да. Тема номер один. Отгадай, какая. Процесс века завершился, да? Завершение процесса века. Да. Ты такой результат ожидал, у тебя прогноз был такой. Давай огласим его, может быть, кто-то и не следил за этим, и не слышал. А, ну, мы имеем в виду, безусловно, да. Мы имеем в виду дело главы администрации Саратова Алексея Прокопенко, который вот буквально днями, значит, вышел приговор, а получился приговор, который читали 7 или 8 часов там, да, судья читала. Вот. И который, мне кажется, всех ошарашил, да, в той или иной степени. Ну, никто такого не ждал. Ты имеешь в виду и обвинение, в том числе, и сторону тоже ошарашил? Да, мне кажется, прокурорские тоже, да. Вот. Прокурорские тоже. Ждали, ну, я думаю, что тут воспринимали мир в двух красках, вот. И, в принципе, правильно, потому что тут в двух красках и должно было происходить. Либо обвинение и дисквалификация, да, вот, о которой просили прокуроры. Ну, пусть не на 5 лет, как просил обвинение, там, ну, 3 года, 2 года, да. Вот. Либо оправдание и иди работать дальше. Вот. Так, в общем, ты-то чего ждал? Так, нет, с точки зрения обвинения все получается пока очень гладко. У него сейчас судимость, а это значит, что после всех апелляций и так далее, и так далее, ему нельзя занимать пост. Нет, нет, нет. Ну, а, вероятно, приговор не вступил. Нет, после того, как... После того, как в апелляцию, да, да, да. Во-вторых, ты знаешь, ты четко помнишь вот этот вот закон о муниципальной службе. Мне кажется, тут коллизия начнет. Ну, не освежал, не освежал. То есть, ты считаешь, там есть коллизия? Мне кажется, когда хотят дисквалификации, говорят о дисквалификации. Вот. Когда хотят, чтобы чиновник больше не работал во власти, говорят 200 тысяч и дисквалификации, не знаю, на год. Здесь 200 тысяч и, мне кажется, иди работай дальше. Могу ошибаться. Но цель у тех, кто затевал это дело и обвинял, одна. Вернее, две. Это снять Прокопенко и дальше копнуть под Олега Васильевича. Дальше продолжить все это. Чисто политически это именно так ослабить. Изначально ослабить Олега Васильевича. Вот. И, собственно, дальше как бы вот, в общем, этот каток включать дальше и смотреть, куда он заведет. Политиканский процесс начался. Ну, все же понимают, что это, ну, чистой воды политиканство, да, то, что там как бы вот сам предмет разбирательства. И политиканский закончился. В политике там было бы все по-другому, конечно. Политиканский закончился, потому что суду пришлось какую-то змеиную гибкость проявлять. Потому что сейчас мы вот даже, я думаю, спросим и судью, которая судила, спросим и вот этих там троих или пятерых прокурорских, которые этот процесс сопровождали, ходили как на службу. Не стоит спрашивать, они ничего не скажут. Они ничего не скажут. Нет, они просто о перспективах будет работать или нельзя работать. Да, где вот эту запятую казнить нельзя, помиловать, ставить, по-моему, никто не знает. Так что вот тут я как бы вот таким вот половинчатым непонятным приговором, я здесь суд понимаю, но я же и понимаю вот всех, которые встали вот как-то раскорякывают в эту самую, интересуются друг у друга, а что это было. Я, например, не представляю, чем в конце концов все-таки это завершится. И на самом деле правильно ты предположил, что там могут быть и коллизии, и всякие ниши, лазейки, и масса вариантов. Мне лично хотелось бы, чтобы Алексей Львович остался. Остался работой. Да. Ну, я даже не как горожан. А я даже не как горожан, я исходя из позиции вот абстрактной справедливости, да. Вот это половинчатое решение будет в апелляционной инстанции все-таки отбито. И мы за этим будем с удовольствием наблюдать. Да. Переходим к не менее интересной теме. Нападение, в скобках, не нападение, а было ли нападение, а был ли мальчик, это конфликт между священником, якобы конфликт, и журналистами. О котором, да, очень многие рассказали. Рассказали по-разному, но мотив общий был такой, что священник-негодяй напал на исполняющие свои обязанности журналиста. Вообще, вот на этот национальный обостренный интерес, а, к священникам, б, к гей-звездам, и, в, я уж не знаю, к кому, кто там третий, да, ну, вообще актеры, вообще, как бы, вот эти публичные люди, мне как-то не нравится. Мне кажется, священников ставят там на одну доску с какой-нибудь Машей Распутина, это неправильно несколько, да, все-таки священник не ползвезда. Вот, чтобы так вот, ну, я просто к тому, что, ну, простой какой-то, я не знаю, ты, я автомобилист, паркуешься. Ну, бывает, что неправильно паркуешься, ведь бывает. Ну, бывает. Вот, и вдруг какой-то молодой человек подлетает, начинает снимать, лезть с идентичными вопросами. Андрей, я твою реакцию как-то даже не рискую, предположить. Нет, я толерантен. Ты боксом занимался в своей игре. Нет, я толерантен, все равно я толерантен. Почему так происходит? Почему журналист забывает свое предназначение и начинает вести себя, ну, непрофессионально, я, наверное, так даже скажу? Ну, я не знаю, насколько это вообще профессиональный интерес к подобного рода тематике, вот ей-богу. Вот, ну, я бы даже другое слово потребил, но это неэтично. Это неэтично вот со всех сторон. Ну, а журналистку этику никто не отменял. Никто не отменял, безусловно. Итак, отцу Виктору держать себя в руках и стараться не парковаться на тротуарах, а журналистам, ну, ребята, давайте будем этичными. Ну, во всяком случае, как бы, профессия провокатора никого еще не украшала, ей-богу. Ну, правда, вот, совсем это нехорошо. Журналистов мы не оставим в покое. Еще одна очень интересная тема. Да, давай уже, как бы, предметно. Меня, вот, кстати, действительно, эта история, она как-то заинтересовала, вот, и заинтересовала именно вот этой моделью поведения. Сразу поясняй, потому что ориентируюсь на те, что не все знают. Не все знают. Ну, собственно говоря, в свое время, ну, как в свое время, не так давно, глава города Олег Васильевич Грищенко подал, по-моему, по клевете, да? Да. По клевете, по уголовной статье. Подал заявление о преследовании газеты «Богатей», соответственно, ее главного редактора Александра Георгиевича Свешникова, за цикл, там большой, огромный цикл статей, ну, где якобы там была допущена клевета в его главы города адрес. Вот. Я честно тебе могу сказать, «Богатей» давным-давно перестал читать, оценить адекватность претензий не могу, вот, поэтому, зная Олега Васильевича, который, как бы, вот уж в последнюю очередь будет судиться с журналистами, я думаю, что там действительно что-то допекло его. Там допекли, в буквальном смысле слова, насколько я понимаю, эту ситуацию, но юристы городской думы, мэрии, вообще городской власти, я думаю, ее почитали внимательнее даже, чем мы с тобой, и даже внимательнее, чем Олег Васильевич. И поэтому предметы там наверняка есть. Недаром Александр Свешников принес извинения. Да, и далее, значит, если уж я фабулу взялся, расскажу. Александр Свешников неожиданно принес извинения, нет, ну, как, ожидаемо принес извинения, да, но неожиданно как-то интрига вильнула там, как колесо. Он сказал, что автором статей был некто Колдин Владимир, по-моему, Александрович, экс-депутат, а до этого экс-полковник МВД, вернее, полковник в отставке МВД, вот, довольно известный в Саратове человек, вот, и, в общем, Свешников заявил, что газета, доверяя, так сказать, опыту и статусу Колдина, не требовала от него документальных подтверждений, ну, Колдин утверждал, что эти подтверждения есть, потом выяснилось, что подтверждений нет, и Свешников с чистой душой Колдину, ну, сдал, я другого слова, как бы, не могу. Ну, потребитель, у меня, собственно, единственный, в связи с этим вопрос, насколько Александр Георгиевич здесь поступил, ну, этично, что ли, если уж мы это слово, как бы, выбрали в качестве такого ориентира. Ну, а если почувствовал огонь под мягким местом? Ну, вот ты как рассуждаешь, ну, и что, ну, журналист должен... Ну, испугался человек, он простой человек, он живой, он живой, он живой, даже человек, он испугался, он испугался. Ну, все равно мне кажется... Физически испугался просто, физически. А физически? А что физически страшно прийти в суд? Ну, конечно, малоприятная процедура, я много раз говорил в суде. Ты ей упомянул, и это уголовная статья, но, знаешь, ну, да, были прецеденты, когда по клевете лучше. А не, нет, ну, даже если без каких-то там страшных криминальных последствий для него, но даже сам суд, да, сам суд, это нервы, это, извините, сердце. Нет, ну, сам суд, конечно, нет, в суде медом не кормят, это я знаю. Вот здесь у меня нет готового ответа, ну, в общем, мужественным, в отличие от Олега Васильевича, я поступок Свешникова назвать не могу. Поэтому мне интересно здесь твое мнение. Ты редактор, я редактор, вот как бы закони. Не, я скажу так, наверное, все-таки дипломатично. Не оправдываю, но понимаю. Не все темы мы с тобой выбрали, а время уже поджимают, да? Ну, не последний день живем, надеюсь. Последний день, да, очень хорошее, оптимистичное завершение передачи, да? Давай пообещаем нашим зрителям, вот, пользователям, что, как бы, ну, действительно, после отдыха у нас накопилось много, мы еще по всем темам обязательно пройдем. Там Синичкин, вот, там действительно много чего, вот, там плюс, как бы, эти все с выборами вот эти районы, ой, а в районах что у нас творится, да, поэтому мы вам обещаем. Обещаем, да. Да, через неделю мы все, что вот накопилось, мы обязательно разберем. Так что ждите, уважаемые зрители, наших новых обсуждений, новых тем, а на этом мы с вами прощаемся. Вы смотрели программу Сарбака ТВ, К и Б сидели на трубе. Где Б, Андрей Башкайкин. И К, Алексей Калабродов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова